Госдума В моем только комитете 26 обращений, из них 23 против принятия закона. И всего три за поддержку. Никакой гарантии, конституционной гарантии, которая говорит о том, что государство гарантирует изучение родных языков и государственных язык республик, никакой гарантии не пахнет. То есть могут изучать, могут не изучать, как в данном случае формировать педагогов, то есть как готовить педагогов, в каком количестве, как нам быть с программами. Непростой законопроект и очень непростой к нему отношение. Я заранее могу предположить, что здесь никогда не будет консенсуса. У меня возникает вопрос, каким образом мы должны планировать бюджетное сигнование. Все, что касается общего образования, просвещения, образования в школе, дошкольного образования, это полномочия субъекта Российской Федерации. Соответственно, тогда, когда мы на свои полномочия формируем бюджетное сигнование, когда мы обосновываем бюджетное сигнование, мы обосновываем, исходя из полномочий, исходя из детально просчитанного объема. Когда мы говорим о понятии добровольности, здесь, знаете, невозможно просчитать эти детальные объемы. Какие объемы, непонятно. Как готовить учителей? Сколько их должно быть? Каждый год должны проводить. В общем, огромное количество вопросов. Я отрицательно отношусь к этому закону, потому что считаю, что если это добровольно будет, то постепенно мы потеряем специалистов, которые смогут в конечном итоге преподавать родной язык. Это связано не только же с татарским языком, это связано со всеми родными языками, которые у нас в России есть. И в конечном итоге язык начнет умирать. Это мое мнение. Вот тот законопроект, который внесен, это уменьшение гарантий по государственному языку, уменьшение гарантий реализации федеративного характера нашего государства. И это история, которая в русском языке есть поговорка такая, не надо чесать там, где не чешется. Вот если бы я владел татарским языком, я бы, наверное, вам сейчас сказал на татарском, как это звучит. Но, наверное, не менее вкусно и смачно. Вот не надо чесать там, где не чешется. Это приводит к возникновению аллергических реакций на ровном месте. Вот то, что сейчас пытаются коллеги предложить в своем законопроекте, это история с минусовым оттенком в нашем татарстанском обществе. И мы, конечно, ее поддерживать не будем. Я в любом случае предприму все возможное, что сейчас от меня зависит. Для меня вопрос важен, для моих коллег. Поэтому что мы сделали? В первую очередь мы собрали совещание, собрались вместе с моими коллегами-депутатами от Татарстана и выработали единую позицию. Это очень важно. В чем она заключается? А в том, что изучение национальных языков должно быть интегрировано в общий образовательный процесс. Нельзя отдавать это на откуп местным властям, иначе получится. Мы будем петь абсолютно разные партии в этой достаточно серьезной, общей, собственно говоря, игре. Поэтому я полагаю, что мы будем консолидировано все депутаты от Татарстана работать, отстаивать свою позицию. В любом случае рассмотрение этого законопроекта, работы на один законопроект, мы должны выйти к таким решениям, которые ни в коем случае не будут ущемлять права наших граждан на изучение родных языков. Ни в коем случае. Дойдет до голосования, значит, вот, и будет принято, значит, я сомневаюсь, потому что работаем. Не медленно создать, значит, вот там комиссию. Одно дело, значит, руками махать на госсовете, а другое дело конкретно, значит, вот, заниматься. И работать, значит, вот, говорит, хотелось бы не раз приехать тоже. И убедительно прошу, значит, Руслану Галифовича, значит, вот, как говорится, сам занялся этим вопросом. Тогда, я думаю, значит, уверен, будет успех. Это ведь позиция не только нас, тростянских депутатов, это позиция и депутатов и других регионов, и других народов страны, поэтому... То есть пока чуть больше, чем 15 против, да? Нет, не чуть, а больше, и поэтому я думаю, что мы вот конструктивно к этому взаимоприемлемому, удовлетворяющему все стороны, условию придем. Сегодня в республике проведена огромная работа. Мы учли все замечания прокуратуры и всех проверяющих структур, и я не вижу предметы, проблемы, которые здесь сегодня существуют. А если есть какие-то нарушения, допустим, в других регионах, но это мое личное мнение как законодателя, я думаю, что есть моменты, которые можно под законными актами урегулировать. Я буду голосовать так, как говорят народы Татарстана. Я полностью разделяю позицию президента, полностью разделяю позицию первого президента, опасения всех народов Татарстана. Я буду голосовать так, как говорит моя совесть и мое сердце. Наших голосов, 15 татарстанских депутатов, не хватит, конечно, чтобы заблокировать этот законопроект, но я совершенно точно буду голосовать, если дойдет до рассмотрения, буду голосовать против. И буду призывать всех коллег голосовать против. Я думаю, что мы еще в начале пути, и нам предстоит много сделать. Язык мой, враг мой. Наверное, именно так теперь думают те депутаты Госдумы от Чувашской республики, которые поставили свою подпись под этим законопроектом. Здесь, в Чувашии, в Чебоксарах, безусловно, обратили внимание на это обстоятельство, которое мы в Татарстане посчитали бы просто нереальным. Обратили внимание на то, что неприкосновенными должны быть не депутаты, а языки. Из текста петиции, распространенной общественными активистами Чувашии. Чувашия должна поддержать Татарстан. Отозвать из Нижней Палаты Совета Федерации списочных депутатов Госдумы от Чувашии Николаева и Аршинову за этот законопроект. Это предательство национальных интересов Чувашии и всех других народов. Выступать против языков Федерации – это предательство всей России. У этой петиции большие перспективы. Сейчас мы, после того, как соберем определенное количество голосов на петиции, мы отправим в администрацию президента, отправим в спецслужбы, чтобы они изучили характер появления этого законопроекта, чтобы проверили на экстремизм, на содержание экстремизма. Так как у депутатов Госдумы есть определенные, как бы их нельзя привлечь за это, у них есть защита, как от простого гражданина можно привлечь за экстремизм, а у депутатов есть иммунитет, и этим активно пользуются, предлагая такие инициативы. Я считаю, что то, что разобщает общество, это уже экстремизм, и их обязательно нужно проверить. В таком случае вы должны высказать свою позицию. Почему вы считаете, что добровольность изучения языков разобщает общество? Добровольность изучения языков практически нивелирует все отношения, которые созданы в Российской Федерации. Это и договор федеративный, и конституция, то есть это полное противоречие Конституции Российской Федерации, федеративному договору, тем основам, на которых и соединялись эти республики, чтобы образовать федерацию. Поэтому это очень опасно. Или они хотят добиться русификации нас, Чувашей, Марийцев, Татар, Башкер и так далее, и так далее. То есть цели непонятны, цели непонятны. И, конечно же, мы не можем приветствовать все это дело, не можем никак приветствовать. Мы изначально осудили и на уровне Совета Старейшин нашей республики. А что вы собираетесь делать в этой связи? Ну, по крайней мере, мы молчать не будем. Мы молчать не будем. А вот пришло, наверное, время авторов таких дурацких решений выставить на черную доску позора. Лишить их должностей, лишить их денег. Не надо, пусть живут, пусть здравствуют. А чтобы в народе, в нации был у них свой ярлык. Именно с доски, черной доски. Если отменять государственный язык, а всего, скорее всего, к этому делу идет, то следующим шагом будет и отменять понятие республик, государственность и так далее, и так далее. То есть это удар по федерализму. И эта форма добровольного изучения, она звучит так. Это фактически отлучить от изучения языка. В общем, получается так, что все, что не обязательно, все как бы и не нужно. Нет. Это я вам говорю, что это именно, как это термин оптимизации, добровольность, это уничтожение инороческих языков. В России не давали изучать. Инороческих с точки зрения авторов законопроекта, конечно. Да они нас считают инороческими до сих пор. Эта идея о том, что в России, в российской национальной языковой политике, должен быть один главный ведущий, находящийся на переднем плане язык, эта идея, в принципе, стара, как мир. Регионам в нашей стране уже давным-давно позволено иметь свои небольшие языки, которые не считаются обязательными. И любой регион в любой момент может признать их совершенно несущественными. Только вот вопрос. А далеко ли мы уедем вот на такой-то конструкции, довольно старой конструкции, которая грозит стать еще более допотутной? Человечество давно уже решило, что у велосипеда должно быть два колеса. И эти колеса должны быть равновеликими. Изобретать велосипед давным-давно уже никому не нужно. Михаил Любимов, Эльзира Юзаева, Хамид Шамсеев и Андрей Мохов. Семь дней.